Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. Начинаем с главного. Самарское региональное отделение Единой России определилось со своим кандидатом на пост председателя губернской думы. На внеочередном заседании ядра подвели и итоги прошедшей выборной кампании, а также говорили о планах на будущее. Все подробности в репортаже корреспондентов Самарского телевестника. Кому доверить пост главы законодательной власти в губернии? В результате обсуждения на конференции Самарского рекотделения Единой России было предложено две кандидатуры. Председателей думских комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию Александра Живайкина и по образованию и науке Геннадия Котельникова. По итогам тайного голосования ректор сам ГМУ Геннадий Котельников заручился поддержкой 142 делегатов и 155 присутствовавших на конференции. Напомню, что в настоящее время Геннадий Котельников исполняет обязанности председателя губернской думы. Геннадий Котельников авторитетнейший человек, человек известный очень хорошо своими добрыми делами, своими научными разработками, своими учениками и, конечно, своей гражданской и политической, и партийной позицией далеко за пределами региона. Геннадий Котельников отметил, что не собирался баллотироваться на пост председателя, но пошел на этот шаг после обстоятельного разговора с губернатором. Основные цели в будущей работе он уже определил. Я думаю, что первое и самое главное – это союз власти исполнителя и законодателя. Это первое. Второе, что главная целевая установка, что мы должны сделать все, и депутаты в первую очередь, – это обеспечить людям более достойную жизнь. Как каждому гражданину Самарской области, так и области в целом. Стоит отметить, что фракция «Единая Россия» в областном парламенте имеет подавляющее большинство, так что можно с уверенностью прогнозировать, что во время голосования на пленарном заседании Думы председателем будет избран именно Геннадий Котельников. Еще один вопрос, который рассмотрели на конференции – итоги прошедших выборов. Глава региона поблагодарил членов региональной партийной организации за большую работу, которая была проведена в рамках подготовки и проведения единого дня голосования 9 сентября. А также жителей Самарской области за проявленную гражданскую активность. «Единая Россия» на прошедших выборах выступила достойно, на деле подтвердила свое право на лидерство. Чрезвычайно важно, что в Самарской области была полностью выполнена задача, поставленная президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным – провести выборы прозрачно, честно, легитимно. Дмитрий Азаров также призвал однопартийцев проанализировать просчеты, которые были допущены в ходе кампании, чтобы избежать их в дальнейшем. Зимняя переправа в село Рождествено и обратно стартует 25 ноября. Людей будут перевозить сюда на воздушной подушке. Только до конца года речным транспортом по этому маршруту воспользуются более 35 тысяч человек. Жители Рождествено ездят в Самару не только по учебе, но и по работе. Пассажиропоток на маршруте – порядка тысячи человек в сутки. Такой вид транспорта – настоящее спасение для жителей того берега Волги. В Самару можно добираться без особых проблем не только летом, но и зимой. За проезд в общественном транспорте Самары можно будет расплатиться банковскими картами. Такая инициатива уже появилась. Сейчас вопрос решается. Новшество будет введено постепенно. Оплата за проезд станет более легкой и простой. Планируется, что на новый вид оплаты проезда перейдут около 30% пассажиров. Это те, кто сейчас покупает жетоны за наличные. В год около полутора миллионов пассажиров. Так что в скором времени самарские кондукторы будут принимать оплату банковскими карточками. Самарских должников по алиментам собрали почти 45 миллионов рублей. Только с начала года самарские судебные приставы возбудили более 9 тысяч исполнительных производств. Существует немало способов борьбы с должниками. Почти 13 тысяч алименщиков лишились права выезда за границу. А более тысячи человек лишились возможности водить автомобиль. Также алименщики привлекались к административной и уголовной ответственностям. Оценка боеготовности 10 тысяч военнослужащих, 3000 единиц техники, силы и средства 2-й общевойсковой гвардейской армии, части которой дислоцированы в нашем регионе, пройдут проверку, как они справляются с поставленными боевыми задачами. Уже сейчас мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, инженерные и другие подразделения совершают марши, сдают экзамены по вождению, выполняют боевые стрельбы из всех видов штатного вооружения и военной техники, выполняют нормативы по огневой, тактической, специальной, военно-медицинской и физической подготовкам. Проверка завершится в конце октября. На заключительном ее этапе будут проведены три тактических учения в дневное и ночное время. Настольная лампа как единственный источник света. Это и холодные полотенцесушители по всему стояку. Из-за неисправной системы отопления на чердаке жителей затапливает. Какие последствия в квартирах после очередного потопа, узнаем прямо сейчас. Горячий душ, но не из крана и не из самой чистой воды. Весной, когда отопление отключали, на чердаке прорвало трубу, после чего в квартирах с потолка начала течь горячая вода. За лето управляющие компании должны были проверить всю систему отопления перед началом сезона и устранить неполадки. Однако, со слов жильцов, такой проверки не было. И, как следовало ожидать, потоп повторился. Прислали письмо, ответ, что будет отремонтирован стояк силами жилы универсала в период подготовки к отопительному сезону. 13 октября в нашем доме начался отопительный сезон. И ровно в 2 часа дня, благо дня, у нас потекло все снова. То есть ничего за лето, май, июнь, июль, август, сентябрь, ничего не делалось абсолютно. Естественно, там прорыв затопило нашу квартиру под нами и соседнюю квартиру на площадке тоже затопило. Прорыв в трубе заварили, рассказывают жители, но отопления в ванных комнатах нет на всех пяти этажах. Да и светом не воспользуешься, делится Людмила, собственница одной из квартир. Замкнет еще и весь дом останется без света. Полотенцесушитель мокрый, ой, холодный, у нас там сырость. Нам приходили, сливали потолки, там мокрит, сколько мы счистили, вот не передать словами. Потому что сырость, влажность, ничего не сохнет. А света мы не можем подключить, потому что там вода еще, там не просохла. Тут же с люстра текло, мы с настольной лампой, в коридоре мы тоже не включаем свет, потому что тоже это опасно, мы ждем, когда просохнет. А как просохнет ванная, если нет отопления? Никак не просохнет. Представители управленческой компании все еще не пришли и не составили акт. Когда это будет, люди не знают. В ближайшее время, слышат они от коммунальщиков, сидят дома и ждут. Но время проходит, а комиссии все нет. Мария Левина, Олег Галочкин, СТВ. Продолжаем выпуск. Машины сгорели на парковке. Нарколаборатория в квартире и уголовное дело за невыплату заработной платы. Об этом расскажут наши корреспонденты в криминальном обзоре. Машины горят. В Самаре 16 октября около трех часов ночи пожарные тушили несколько автомобилей. Происшествие случилось на проспекте Карла Маркса в промышленном районе. Первым загорелся автомобиль Мазда. От огня пострадали еще две машины, припаркованные рядом. Мазда выгорела почти полностью. Пожар ликвидировали быстро. Сейчас правоохранители разбираются, что стало причиной возгорания. На химичил на уголовное дело. В одной из квартир Тольятти 34-летний местный житель создал лабораторию, в которой производил наркотические средства. Но оперативные подразделения полиции его вычислили, приехали и взяли с поличным. При осмотре квартиры оперативники обнаружили оборудование для производства дурмана, а также изъяли готовые наркотические средства в крупном размере. Ранее мужчина не попадал в сферу влияния правоохранительных органов. А теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических средств. Стадион построили, Мундиаль прошел, а с работниками так и не рассчитались. Зарплаты за проведенные работы так и не получили многие строители Самара-Арена. В связи с этим в отношении работодателей возбуждено уголовное дело. Информацию об этом сообщили представители Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Фигурантами уголовного дела стали руководители фирм-субподрядчиков ООО «Таддорстрой» и ООО «Грандпроект». Компаниям выдали обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений трудового законодательства. Об отсутствии положенной зарплаты строители заявляли в трудовую инспекцию еще летом. С ними не рассчитались. И вот дошло до уголовного дела. Об исламе и традиции. Для сотрудников исправительных учреждений провели специальный семинар, где рассказали о том, как эффективнее работать с осужденными мусульманами. Трехдневный семинар пройдет на базе соборной мечети и медресе «Нур». Опытные мулы и имамы будут обучать сотрудников воспитательных и оперативных отделов, как не допустить ошибок при работе со спецконтингентом. Подробнее об этом наш корреспондент Максим Остриков. Что не исправит Коран, то исправит султан. Так говорят мусульмане, когда речь идет о тех, кто приступил законы мирские. Около 20% от общего числа лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях нашей области, это лица, исповедующие ислам. Причем большинство из них осужденные впервые. Практически во всех учреждениях есть специальные молельные комнаты для верующих разных конфессий. Но для эффективной работы с ними сотрудников СИН решили обучить основам ислама. Такой опыт внедрен впервые и в нашем регионе. У нас сегодня очень много осужденных, которые мусульманской веры. И для того, чтобы не допускать ошибок, для того, чтобы не было никаких указаний, принято решение обучить личный состав, чтобы они знали предмет, которым они работают, знали традицию мусульман. Поэтому здесь сотрудники в основном воспитательные отделы и оперативные отделы. Они должны знать. Сколько раз и в какое время делается намаз? Каковы особенности гигиены, питания, поведения? Что дозволено, а что нет правоверному мусульманину? А также как выявить признаки религиозного экстремизма? Все это пригодится сотрудникам СИН при работе с заключенными мусульманами. Если они искренне в своих убеждениях, в своих покаяниях, то это принимается, и человек уже возвращается оттуда с такими хорошими помыслами. А если все-таки чернота остается, и тем более, если еще сотрудники, которые по незнанию, либо по каким-то другим целям как-то притесняют, либо еще какие-то делают недопустимые моменты, то они могут выйти оттуда озлобленными. Другая сторона вопроса – как не быть обманутыми? Некоторые мусульмане в местах лишения свободы пытаются, прикрываясь верой, требовать к себе особого отношения. В вопросах распорядка дня, бытовых условий и питания. Моува в своем рассказе объясняет, что действительно важно для правоверного, а что злоупотребление. К примеру, требовать халяльной пищи в местах заключения мусульманин не имеет права. Приступил закон – ешь, что дают. Если он хотел нормальную халяльную пищу, он должен быть на свободе. Тогда выбираешь на каждом шагу это халяльные киоски, шаурма, маурма, чеверма, все что угодно. Дай дома, пожалуйста. Раз пришел, ты подневольный. Вот это не поклонение, а подчинение закону. Поэтому, если затребуют, давайте нам создавать, чтобы халяльная еда была на кухне, или что-то, мусульмане не имеют права. Они подневольны. Впрочем, за хорошее поведение в некоторых учреждениях мусульманам дозволяется во время уразы принимать пищу после захода солнца. Но это на рассмотрение руководства ВСИН. Требовать этого нельзя. О таких тонких вещах в исламе сотрудникам ВСИН будут рассказывать три дня. Такие обучающие семинары станут регулярными. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Человеческое тепло и общение, увы, не у всех это есть в должном объеме. В регионе открылся учребно-тренировочный дом для инвалидов детства. Молодые люди заезжают в резиденцию на четыре недели и учатся жить самостоятельно. Экскурсию по дому в нашей съемочной группе провели сами ребята. Также они рассказали про свой уже налаженный быт. Мария Левина из Красноярского района. Огромный учебно-тренировочный дом в Красноярском районе. Здесь проживают молодые люди от 18 до 30 лет с различными психическими расстройствами. Арман инвалид детства. Родители сначала побаивались отпускать сына от себя одного. Но позже все страхи улетучились. Мальчику не хватает общения, говорит мама. Школу они закончили. Сейчас ходят в различные профцентры, но занятия там индивидуальные. Первую неделю, конечно, было страшно, потому что он от нас так вот не отрывался, особенно где-то ночевать. Я все время звонила, узнавала, как он, что. Вот, и он вас даже не вспоминает здесь. То есть они постоянно с утра заняты. Вот, то у них с утра зарядка, значит, все по режиму же, и все вот постоянно занято. Ну, даже некогда было у нас, про нас вспоминать. Проект так называемого сопровождаемого проживания у нас новинка. Ребята заезжают в дом на 4 недели, живут в сопровождении социальных работников и преподавателей. В процессе их обучают самым элементарным навыкам самостоятельной жизни. Например, помыть посуду, приготовить завтрак, убраться, считать деньги и ходить в магазин. Каждый родитель, имея своего уже взрослого ребенка, задается вопросом, что будет с ним дальше, когда меня не станет. И вот этот проект дает и родителям, и ребятам приобрести вот эти навыки самостоятельного проживания. Помимо обучения полезным хозяйственным навыкам у ребят бывает и культурная программа. Они выходят в музеи, посещают спортивные площадки. Впрочем, как минимум физкультура здесь ежедневно и в обязательном порядке. Раз, два, три, четыре. Раз, два, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И это действительно помогает. В начале каждого заезда с родителями и детьми проводят анкетирование. Определяют, насколько способен тот или иной ребенок самостоятельно проживать и на что нужно обратить внимание. Уже в процессе самого проекта психолог при необходимости корректирует программу. Запомнилось то, что ребята стали дружны, так как зачастую у ребят узкий круг социальных контактов. Они мало общаются. Здесь они нашли тепло, тепло душевное, тепло от педагогов, от своих же ребят. Валентина и Алексей познакомились здесь, в первом заезде. Оба люди творческие, участвуют в концертах с танцами и даже в театральных постановках. Мне тут очень понравилось находиться, жить. Мы везде тут гуляли. Ходили в музей, в магазин ходили, в центр ходили, в библиотеку ходили. Очень мне понравилось. Валентина научилась готовить и теперь помогает дома маме. Ее фирменное блюдо – борщ. Леша – футбольный фанат, болеет за самарские крылья, гордится новым стадионом и хочет попасть на матч любимой команды. В социальных сетях есть вся информация о том, как стать участником проекта и о самой жизни в учебном центре. Мария Левина, Олег Галочкин, СТВ Пока! А? Пока! Пока! Сборники вернулись в крылья Советов, победная поступь в баскетбольной Самары и домашний поединок волейбольной «Новы». Обо всем по порядку в обзоре наиболее заметных спортивных новостей в жизни региона. Сборники вернулись в расположение крыльев Советов. Наша команда начала подготовку к матчу 11-го тура с Екатеринбургским «Уралом». Тренируются под руководством Меодрага Божевича все игроки, кроме защитника Мира Ласамаджича. Он восстанавливается после травмы. Заниматься крылья будут на своей клубной базе вплоть до пятницы. После отправятся уже на игру в Екатеринбург. Матч «Урал». Крылья Советов пройдет в эту субботу. Начало поединка в три часа дня по самарскому времени. Баскетбольный клуб «Самара» готовится к очередному матчу в Российской Суперлиге. На этот раз волжане сыграют в гостях 21 октября. В Сургуте наших парней встретят местная «Югра». Это будет поединок лидера первенства с аутсайдером. Подопечный Игорь Играчеву весьма неплохо стартовали в чемпионате. Два поединка, две победы. А вот хозяева паркета сейчас на последней строчке. В турнирной таблице по идее самарцы должны и в гостях добиться положительного результата. Так что болеем за наших. Домашний поединок проведут и волейболисты Новый. В это воскресенье на Волжские берега пожалует команда «Урал». Увы, у наших парней в активе пока ноль очков. Стартовый поединок сезона они провели против одного из грандов новосибирского локомотива. Свой матч проиграли и хозяева паркета. Так что дуэль между Новый и Уралом предстоит весьма интригующая. Шансы на победу у подшефных Константина Брянского весьма неплохие. Хорошая игра нужна Волжанам и в психологическом плане, чтобы быть уверенней. Телерадиокомпания «Скат» и «Самарский телевестник» разыгрывают билеты на шоу «Импровизация». Хочешь увидеть звезд канала «Скат.НТ» и провести душевный вечер? Мы даем такую возможность. Для этого необходимо вступить в официальную группу СТВ. Сделать репост записи на своей страничке в социальной сети. Итоги розыгрыша подведем 18 октября в 3 часа дня. Победителей мы объявим в эфире СТВ. У нас же на этом все. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи.